Ваше Высокопресвященство, Пресвященство, дорогие всечестные отцы, братья и сестры, администрация школы, дорогие коллеги, мне искренне радостно всех приветствовать и вновь задумываться над темой молодежи, которая действительно актуальна для каждого из нас, может быть не в прямом смысле возрастного периода, но по крайней мере в аспектах духовного восстановления духовного возрастания. И сегодня тема моего сообщения это современные формы работы с молодежью, но так как конференция у нас называется научно-практичной, мне хотелось бы помимо практичности поговорить еще чуть о научности и по крайней мере подчеркнуть несколько аспектов, которых хотелось бы сегодня заявить. Совсем недавно у нас в молодежной среде Русской Православной Церкви прошла четвертая интернет-конференция, которая, кстати, носила название точно так же, как сегодня мой доклад, это современные формы работы с молодежью. Мы общались с представителями разных стран, это начиная от Москвы и заканчивая Западной Европой, Португалией, Испанией, Исландией, Италией и многими другими епархиями, приходами, которые существуют там за рубежом. И действительно, вот поиск, а какая же у нас может быть актуальная форма? Вот та форма, которая была бы действительно современной, которая могла бы приняться молодежью, которая была бы приемлемой для молодежи. И надо сказать, что оказалось, что мы вспоминаем о каких-то старых формах и больше говорим о том, каким образом эта форма должна быть насыщена, что должно наполнять эту форму. И вот мне хотелось бы подчеркнуть в какой-то мере, может быть, это ответ на те вопросы, которые сегодня поднимал отец Георгий, о том, что оказывается в наших формах, те, которые мы приняли, может быть, из советского периода, переняли их как-то в церковную среду, у нас часто утерялся именно более глубинный смысл того, что мы сделаем. Ну, в частности, мне хотелось бы сказать и несколько посетовать о том, что сегодня, например, воскресная школа перестала носить тот характер, который она некогда еще носила. Может быть, некие утери энтузиазма в глазах педагогов, и пастырей привело к тому, что сегодня мы видим, что, увы, но молодежь редко, когда остается в школе, остается в церкви по истечению, скажем там, подросткового периода. И это повсеместно, в принципе, эта статистика, она работает и на территории Российской Федерации, и на территории западных епархий и церквей, церквях. Это действительно печально, и это, опять же, подталкивает к тому, что мы, давайте все-таки задумаемся, какие это могут быть современные формы. Но мне хотелось бы подчеркнуть, вот опять же, возвращаясь именно к теоретическому анализу, к тому, что, а чем же наполнить эту форму так, чтобы она была актуальна? И, конечно же, ответ очевиден, который мы знаем, это наполнить ее именно евангельской истиной. Но если мы ее наполняем просто евангельской информацией, то этого недостаточно, и особенно это недостаточно для молодого человека, так как молодой человек, он действительно очень четко это чувствует, и ему нужна не информация, ему нужна именно актуализация Священного Писания. Потому что информацию он может действительно получить одним кликом, как сегодня сказал нам представитель из городской власти. Это несложно. Несложно открыть сегодня любые строки и на любом языке. И несложно их перевести. А вот сложно их действительно принять сердцем. И поэтому одним из принципов становится желание самого молодого лидера, который ведет ту или иную группу, чтобы самому жить в актуализации Священного Писания, чтобы самому постараться это пережить. В какой-то мере эта актуализация происходит, когда у человека происходит личностная встреча, когда он сам встречается с Христом. И, знаете, вот для меня буквально вчера вечером было такое соприкосновение. Мы с ребятами разбирали в малой группе строки Священного Писания, которые мы будем читать в ближайшее воскресенье. Там рассказывается о начальнике синагоги Иаире, который приходит просить о том, чтобы исцелить ее дочку. И внедряется в это Писание эпизод, когда женщина приходит и касается риса Иисуса Христа. Иисус Христос останавливается и говорит, кто ко мне прикоснулся. И мы с ребятами разбираем. Вот одна девочка говорит, батюшка, знаете, мне кажется, что здесь важным эпизодом вот этого отрывка является то, что Иисус Христос остановился и обратил внимание на эту женщину. Я говорю, ну, не знаю, может быть. Как ты это чувствуешь? Что ты в этом понимаешь? Она говорит, вот посмотрите, он почему-то в конце евангельского отрывка всех выгнал и исцелил эту дочку Иаира. И никто не был свидетелем этого. А вот здесь женщина тайно прикоснулась, хранила какую-то любовь в сердце. И вот он все равно остановился и сказал, кто же ко мне прикоснулся? Он захотел этого увидеть. Я говорю, ну и что дальше? Она говорит, он хотел, чтобы между ним и этой женщиной произошла личная встреча. И когда я это слышал, то есть я вроде бы как бы сам задумывался над этими вопросами о личной встрече, моей личной встрече со Христом, но как-то в этом отрывке я этого не видел. И для меня действительно это стало настолько близко, настолько актуально. Да, наверное, именно этого. Хотя женщина этого очень боялась. Она действительно этого боялась. Это описывается потом, когда будет преподать к его ногам, там евангелист тоже об этом будет писать. И я как один из принципов вот этого условия существования вообще вот молодежного движения, как второй принцип. Помимо того, что актуальны строки Священного Писания, если они актуальны для меня, то я могу это передать и сделать их актуальными для другого человека. Второе – это личностная встреча. И третье, что мне хотелось бы заметить, это, наверное, правильное целеполагание. Увы, но, наверное, в современном контексте жизни церкви у нас вот это целеполагание, ориентир именно от цели, куда-то иногда бывает накреняется, уходит в сторону, и мы не всегда, наверное, эту цель правильно для себя выставляем. В какой-то мере нас можно было бы описать как Марфу, которая заботится, чтобы принять Христа, хочет накрыть обильный стол, все, а потом начинает сетовать на свою сестру Марию, говорить о том, что, ну вот, Господи, тебе что, нужды нет? Вот Мария меня оставила служить одну. И здесь в глазах Марфы кажется, ну, ведь она делает то, что нужно, ведь мы тоже делаем, мы хотим, чтобы у нас были наполнены приходы, мы хотим, чтобы у нас, значит, там протекала жизнь и, значит, и молодежная, и социальная, и там тюремное служение, все-все-все-все-все. Мы вроде бы все это организуем, все выставляем в какой-то определенный, таким молодежным сленгом, тайм-менеджмент, да, распределяем все эти планы, а вот чего-то не работает, цель-то какая-то, непонятно уже какая. То ли мы хотим действительно людей этих привезти, чтобы у них произошла эта встреча со Христом, то ли мы уже начинаем думать просто о каких-то отчетах, поощрениях, может быть, может быть, еще каких-то вещах, которые, ну вот, как бы справился, ну и, слава Богу, теперь хоть меня не будут докучать, что я ничего не делаю и как-то не будут меня обвинять. Поэтому вот это целеполагание, оно действительно очень важно. И важно, конечно же, чтобы мы, сохраняя сами цель, могли эту цель донести и до наших слушателей, потому что если они будут чувствовать о том, что эта цель просто формальная, то для них тогда это не будет актуальными, наши слова. Это та небольшая теоретическая часть, а теперь мне хотелось бы перейти к практической части, рассказать вам о том, о нескольких проектах, которые мы проводим в нашей Виленско-Литовской епархии, и показать вам некоторые фотографии, их потом описать. В целом, надо сказать, что у нас есть, мне хотелось бы рассказать не о всей деятельности, потому что, наверное, это заняло бы очень много времени, по крайней мере, выделить несколько проектов, а именно четыре проекта. Первый проект мы называем кратко ШМС, это школа молодежного служения. Идея создать этот проект у нас возникла из опыта сотрудничества с Синодальным отделом по делам молодежи и одного из выступлений Святейшего Патриарха, который сказал о том, что хорошо бы, чтобы в епархиях готовились бы молодежные лидеры, они могли бы помочь священнослужителям, чтобы часть нагрузки вот этой организаторской именно ложилась на их плечи. И мы уже на протяжении шестого года проводим регулярно в нашей епархии школу молодежного служения. Это небольшая встреча, которая занимает порядка где-то от трех до семи дней. Обычно мы проводим это на базе одного из монастырей, который находится у нас в Вильнюсе. Встречаемся с ребятами и поднимаем какой-то один из актуальных вопросов именно в деятельности молодежи, формальных вопросов. Ну, скажем, давайте с вами подумаем о том, как молодежь могла бы общаться со средствами массовой информации. Или, например, давайте подумаем, а как бы мы могли бы, например, быть актуальными в социальных сетях и все-таки нести евангельскую истину. То есть вот такие интересные вопросы, которые для них актуальны. И мы преследуем несколько целей. С одной стороны, это цели такие, чтобы они получили дополнительные знания, чтобы помочь им нравственно возрасти. И, конечно, одна из самых главных целей – это помочь им духовно преображаться. Чтобы ребята вновь исповедовали, чтобы ребята вновь приступили к принятию Божественной Евхаристии. То есть чтобы они были действительно в церкви и со Христом. Это некий такой элемент учения. Второй проект – это игра, которую мы называем «Ум за разум». Это светская модель игры. И это построено больше на том, чтобы ребята могли с пользой проводить свой досуг. То есть это действительно такая светская площадка. Обычно для этого используются какие-то большие рестораны города, которые идут нам навстречу. Так как к этой игре мы приводим очень много, большое количество клиентов. То есть порядка, например, 100 человек за один вечер смогут посетить вот только буквально за 2,5 часа, пока будет проходить эта игра на площадке ресторана. Ребята, молодежные лидеры готовят ряд вопросов. Порядка – это 10 раундов. Вопросы могут быть очень разные, но чаще всего они нацелены именно на такую эрудицию, на логическое мышление и из разных сфер. Потому что кто-то, может быть, лучше ориентируется в современной музыке, кто-то лучше ориентируется в современных фильмах, кто-то лучше ориентируется в художественной литературе. Но в целом концепция этих всех вопросов подается именно как нравственная позиция. И что еще очень хорошо, что, конечно, такая площадка, так как это организуется именно нашей молодежью, позволяет, чтобы на этой площадке присутствовали священнослужители. То есть это не просто какое-то светское мероприятие, а это действительно церковное событие. Когда приходят ребята, причем часто и светские ребята, и священнослужитель в перерывах между турами может сказать именно об этой евангельской истине, заявить. Третий формат – это школа волонтеров. На данный момент в нашей епархии эта школа проходит уже второй год, второй набор. И надо сказать, что это нас очень приятно удивило, потому что в прошлом году, ну еще в позапрошлом году, когда мы подавали на конкурс православная инициатива, я частично скептично смотрел на то, что у нас, наверное, этот проект не очень получится. Как-то говорил, ребята, ну неужели кто-то пойдет в волонтерство, кто-то будет какое-то свое свободное время тратить. По-моему, у нас ребята все такие заняты. Если они уж нормальные, то значит они посещают, по крайней мере, как минимум 10 кружков. А если они такие какие-то уже, в кавычках скажу, ненормальные, то, как правило, от них мало что возьмешь, как с козла молока, как говорят. И был приятно удивлен. Был приятно удивлен тем, что мы объявили набор, поместили объявления в Фейсбуке по школам города, и у нас набралось порядка 50 человек, которые пришли с намерением о том, что да, мы хотим быть добровольцами, мы хотим быть волонтерами, научите нас этому, мы хотим помогать. И когда мы провели это первый раз, у нас появилось желание, давайте мы еще второй раз это проведем, мы второй раз опять объявили в сентябре этого года, и опять собрали такое же количество ребят, то есть они приходят и действительно с желанием помогать. Конечно, не все остаются, конечно, кто-то отсеивается, кто-то полгода помогал, какое-то служение совершал, у него что-то не удалось, он ушел. То есть, конечно, всех взять и обнять, и принять очень трудно. Кто-то остается, кто-то приходит, у кого-то еще какие-то проблемы. Но в целом действительно очень радостно о том, что ребята, причем светские ребята, это в большей степени не прихожане того или иного прихода, это ребята, которые просто где-то учатся в светских вузах, в каких-то учебных заведениях, в школах, которые даже порой мало что-то соприкасались каким-то образом с церковью. Они действительно пришли именно по позывам о том, что они хотят помочь. Это приятный элемент, когда действительно молодежь совершает свое служение, служение ближним. И четвертая форма, которая тоже довольно активна и положительна у нас проходит, это форма евангельского кафе. Что-то вроде наподобие евангельских групп, о которых сегодня много говорят, или библейских кружках. Это неформальная такая встреча, где ребята вместе прочитывают евангельский отрывок, о котором, в частности, я упоминал выше. Как правило, мы прочитываем евангельский отрывок на ближайший воскресный день и о нем обсуждаем, разговариваем об этом отрывке. И потом, особенно для воцерковленных ребят, которые в воскресный день посетят богослужение, это становится неким таким открытием, потому что совсем с иным позывом они уже слушают эти строки и переживают, потому что у них есть какая-то определенная глубина, куда они уже сами хотят нырнуть и это все вновь пережить. Вот вкратце то, что я хотел сказать и донести о том, что да, действительно, дай Бог, чтобы для каждого из нас строки Священного Писания были актуальны, чтобы у нас у самих была живая и горячая вера, и дай Бог, чтобы мы с вами могли бы это передать тем, кто нас слушает и кто за нами идет. Спасибо большое. Спасибо, отец Масалтин. Я перелистну фотографии, здесь буквально небольшое количество. Волонтерские формы могут быть очень разными, раскладывать конфеты большого ума не надо, но тоже, опять же, конечно, батюшка может быть и сам мог бы потратить на это полтора часа и вечером разложить конфеты, но если это сделают ребята, то это было бы намного легче. Это какая-то выпечка, подготовка, ребята могут и шоколад готовить, и подарки к Рождеству, и к каким-то другим мероприятиям. Вот здесь к крещению готовятся, бутылочки пластиковые наклеивают этикетки. Здесь ребята учатся видеомонтажу. Это вот одна из… это игра ум за разум в кафе проходит, это после вручения дипломов окончания. Вот это в таком примерно атмосфере сама игра проходит. Каждая группа сидит за своим столиком и, значит, отвечает на вопросы, и команды выигрывают. Вот это беседа, это разные игры на формирование команды. Это наши добровольцы в Исландии. Это наш международный форум, который летом проходил, лидеров молодежной деятельности. Это представители Германии. Это вот все группы, которые собрались на форум. Это неформальное общение. Это путешествие древней столицы Литвы, города Тракай. Это представители стран, которые собрались на международный форум. Спасибо большое. Сразу бы хотелось отметить, быть может, тот факт, что доклад Иерея прозвучал в более позитивном ключе, нежели доклад Прота Иерея. Видимо, у нас с вами еще много филов впереди. И, если позволите, сразу вопрос животрепещущий, вернусь к части теоретической вашего доклада. Как донести для человека внешнего по отношению к церкви, что такое личная встреча со Христом? Просто у меня был опыт уличной миссии в Петербурге с центром Атриум, молодежным, наверное, вы знаете. И, соответственно, вот эти люди мирские, они требовали что-то, вот рассказа такого, что вот ты думал, я по улице, я смотрю на противоположном тротуаре, так сказать, Иисус Христос, я к нему подошел, состоялась встреча. Простите за такое сравнение, может быть, не совсем уместное. Но, тем не менее, люди реально требуют от нас вот какой-то пространственности, что ли, этой встречи. Как все-таки, в каком форме, я вот честно, я так и не смог сформулировать, признаюсь. Ну, знаете, опять же, если на этот вопрос отвечать просто теоретически, то это вроде кажется элементарным. То есть, если у тебя такая встреча есть, то ты ее можешь описать. Если этой встречи нету, то ты должен находиться в активном поиске. По крайней мере, я так это принимаю для себя. И действительно, вот этот активный поиск, порой даже может признание, даже перед ребятами о том, что, ну вот, я этого не понимаю, я этого не вижу. В частности, перед этой девушкой, которая мне говорила о том, что, вот, а почему же Иисус Христос решил ее поставить на показ? Ну вот, как бы, моего образования богословского, ну вот, не хватило. Ну, не знаю, почему. Ну вот, а как ты думаешь, почему? А вот она говорит, а вот мне кажется, что вот он искал этой личной встречи. Так же, как он ищет с каждым из нас этой личной встречи. И для меня вот ее слова стали настолько близки, что, наверное, прочитав даже ряд учебников по патрологии, я вот этого не слышал просто. Я, может быть, это видел, читал, но не слышал этого. Не слышал мое сердце. Интересный опыт. Спасибо вам большое, братья и сестры, коллеги. Спасибо большое. Спасибо.